МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додалев собрал редкие фотографии для семейного альбома Вячеслава Фетисова. Так это те крепленые брыкки-то есть. И, как всегда, поставил вопрос ребром. Когда появилась еще одна женщина, в семье-то возник такой элемент ревности. Нет? За что Фетисова так не любили в Америке? Красный майор. Ты входишь, когда в раздевалку, даже не говоря на языке, ты понимаешь, что тебя не очень здесь хотят видеть. Скоро ли свадьба их дочери? Какой взгляд сейчас? Какой взгляд при слове жених? И как Вячеслав Фетисов стал министром спорта? Благодарен судьбе, что это произошло, что меня нашли в Доминикане. В Доминикане. Утро доброе. Сегодня мы листаем семейный альбом Вячеслава и Лады Фетисова. Вячеслав Александрович, вот познакомьтесь, Константин Воронин, тот самый журналист, про который вам Владимир Александрович говорил. Вячеслав Александрович, очень приятно. Воронин. Взаим. Доброе утро. Легенда гласит, что родители, ну, во всем случае, отец назвал Славой, понимая, какое будущее ждет четырехкилограммового младенца. Он говорит, ну, я вот увидел, сразу, говорит, Славка будет. Вот не знаю почему, говорит, вот только вот... Ну, такие глаза увидел, наверное, как на этой фотографии. Я говорю, ты в рубашке родился. С матерью не обсуждалось. То есть там было решение принято отцом, я так понимаю, да? Ну, батя крутой у меня, да. Лада, а муж крутой у нас? Дочку тоже называл. То есть он, можно сказать, что пошел. Ну, я и рожал. Ну, да, и он. Да-да-да, он и рожал. Раз у нас тема с именами пошла, расскажите-то, кого как зовут. Потому что Наоми-то она где-то здесь растекает. Мы ее не видим. Ну, Наоми к нам приехала уже, пришла со своим именем. Да. Со своим характером и со своим воспитанием. Так, а эти две? А это флебочка. И это, да. Это флебочка. Это серьезный такой уже. Это наши старушки. Да, солидный, да. Это Джакрас Энфлаби. Да, который уже много лет. А это Муклук. Тоже уже пожилой мужчина. Но еще в самом соку, так сказать. Красавцы. Да, красивые. Вот в этом возрасте были собаки у Славы или нет? Или домашних животных не было? Ну, кошки, как обычно. Я думаю, это первый класс, наверное. Не, ой, пионер какой. Третий класс, наверное, да. Это с галстуком. Красавец. Глаза хитрющие какие. И мы переехали как раз на Коровинское шоссе, в Хрущевку. Но больше всего любили, я понимаю, все-таки не животных, а коньки. Я когда был животными. Это сколько, 11-12 лет. Первый раз, когда я выиграл чемпионат Москвы. Мне тут один звонит, большой начальник. Говорит, слушай, Слав, у меня просьба к тебе. Говорит, что такое? Он говорит, знаешь, у меня, говорит, внука из ССК выгнали. Говорит, а сколько ему лет-то? Говорит, 8. Говорит, слушай, мне, в 10 только приняли, а его 8 уже выгнали. Мне кажется, если чехи вас на льду увидят, то наши точно выиграют. Потому что чехи всей командой побегут автографа у вас брать. Кстати, здесь вот еще Андрюшка Шудин рядом со мной стоит. Это сын клоуна. Это где? Вот он, Андрей Шудин, сын клоуна Михаила Ивановича Шудина. С Никулиным работал, да? Да, с Шудином Никулиным. Двенадцать, улыбки! Двенадцать! Дай, подожди! Потом подожди, подожди! Так, хорошо подняли, понесли! Весело понесли! Ну, неси! Вышел! 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 Улыбка! 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 Отлично! А мы пропадали на Цветном бульваре постоянно. Видели, как эти репризы делаются. Там стрела прошла насквозь. Это, оказывается, здесь прикрепили одно. Там за половину. Там другое. Ну, для пацанов, конечно, это была интересная история. Вот. Но что интересно, вот он, отец готовил для них, это же вещь такая, плеяды. Он хотел, чтобы его два сына продолжили, но он, в общем, посвятил себе хоккей. Конечно, удивительный вообще парень в этом плане. Ну, сейчас у него внук, живет его интересами, звонит все время. Хочет, чтобы играл. Кстати, под моим номером, под вторым играет пацанчик. Рад, что эта фотография сохранилась у Анька Авдеева здесь. А вот это Женька Королев. Его сын, Женя Королев, теннисист известный. А Курникова его племянница. Ну, не в этом же составе в первый раз в Канаду. 15 лет, да? Кто-то был из этих ребят. Из этих кто-то был, да? Да. А еще это согласование на уровне СК в ЛКСМ, высокого начальства, как мы будем выглядеть, не опозоримся ли мы. Все в кроличьих шапках. В кроличьих шапках нам дали такие. Красиво, да? Брезенты цвета куртки такие, ну, с чужого плеча, как называется, да, такие большие. Ну, мы... Чтоб крупнее смотрелись. Шапки пользуются большим успехом. Мы их поменяли там каждый на что-то такое более практичное. Наома, наома, иди сюда. Наома, наоми, наоми, иди ко мне. Иди ко мне, иди сюда, иди. Иди, иди, иди. Молодец. Мне интересно, а вот сумма гонорара 48 долларов, канадских, наверное, долларов, или зависела от того, что... Выиграли? Проиграли? Да, или она уже была... Это суточный, суточный. А, то есть можно было не стараться? Единственный раз, когда я получил суточный свадь. Ну, много чего купили на эти 48 долларов. Помню там... Так, да. Ну, крепленные брюки. Возьмите весь список, пожалуйста. Три. Крепленные брюки. Три. Такую лапшу. Две. Носки красные. Что такое лапша? Это кофточки такие. Такие лапша, да, модные. Ну, носки махерые. Носки. Канарейшин. Желтые. Отцу рупашку с галстуком. Вот, и брат. И жвачки еще. Брату. Ну, жвачки, конечно. Не, надарили нам. Надарили, надарили. Нам жвачки надарили, джинсов надарили в то время. Джинсов надарили. В этой городе, несмотря на 29 бюджетных матчах, они были ждут с impatience. Мы предвидели, что шеврогов были дать советам свою сильную оппозицию в Кематии. И много мы привезли. Кстати, в то время пластинка жвачки стояла 10 копеек. 10 копеек запрошивала? 20 копеек. На черном рынке? Парцовщики, да. 20 копеек. За 10 копеек уже пожевавшие. За 5 у нас пожевавшие. У нас за 10. Если ты молодежь не понимаешь, что ты пожевавшие, да. Вот ты идешь к тебе, ты идешь, живешь, тебе подходит парень, говорит, дай пожевать. За 10 копеек даешь ему пожевать. Даешь ему пожевать. Ну, бизнес такой. А вам привозили вот эту всю красоту, жвачки? Ну, привозили, сама тоже еще есть, да. Спортсмены. У вас же... Тренеры. Да. Баловная была с детства. По спортивной гимнастике. Ну, единственный ребенок всегда должен быть балованный. И по футболу тоже, папа. Я так понимаю, что вот здесь вот на это фото вы как раз спортивную гимнастику и смотрите, да, с Вячеславовым или нет? Да, да. Это чемпионат мира или какая-то плохая. Чемпионат был в Москве, в Лужниках. Да, да. Где-то, да. Как раз только мы так с тещей наладились в будущие отношения. Она нас двоих пригласила. Мы жили в спортивном доме. И там познакомились. То есть мне в то время двадцатилетнему пацану дали однокомнатную квартиру. А познакомились мы у наших друзей в нашем же доме. Уже жвачку жевал в 13-м этаже. На 16-м этаже. Простите, вы не скажете, где находится на филе? А вы меня раз уже об этом спрашиваете? Когда? Сто лет назад. Я еще в школе училась. Да, да, да. Гонбалист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Чернышев и его жена Людмила. Это вот как раз около дома. На Белой Волге. 9402 был. Правда, а чувствовал, что есть у мальчика звезды, наверное, в болезни, когда я ухожу? Нет, мы когда познакомились, уже не было. Он же... Я только слышала отголоски, как он перекрывал движение на Ленинградском шоссе. А как это перекрывало? Ну, рассказывали друзья, когда они выходили. После Победы. Из ресторана. Слушай, это же время прошло. Я думаю, что не я. Мне приписывали. Может быть, да. Никто другой этого не мог бы сделать. Было дело, товарищи. Поэтому я не знаю только то, что слышала. Слышала. Мы жили 11 месяцев в году на базе. За колючей проволокой, можно сказать. Вот этого периода фотографии, или это раньше чуть-чуть? Раньше. Конец 70-х. Я думаю, что это... Самый модный парень-то здесь вот. Штаны в горох. Он когда в школу пришел, приехал из Канады, там... Так это те крепленные брыгки-то и есть. А, ну, как это те саму краю, было три пары. Конечно. А вот это вообще удивительно. Ну, по мне фотографии. Когда с Харламовым химию закрутили. А с Харламовым химию сделали, да? Да, 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 да. Они химию накрутили. Он говорит, слушай, Слав, пошли. Я говорю, что такое? Говорит, модный сейчас в спорте. Говорит, перманентную завивку делал. А правда, что с дедом Харламовым в одном доме? С соседних подъездов. Дед Сергей, да, конечно. То есть, ну, у вас же разница сколько лет? Десять лет, да? То есть, это другое поколение. Дед мне говорит, слушай, говорит, Валерка после чемпионата, говорит, обещал ко мне приехать. Так что ты смотри, говорит, я с ним познакомлюсь. Ну, я сижу, жду. А в то время он на 017 на белой машине заехал во двор, в Хрущевке, там, кроме инвалидки, я одна ничего вообще ни одной машины не заезжал. Подхожу, он так мне руку подал. Ну, такой взгляд, но я прикоснулся к чему-то такому великому. Я никогда не запомню, не забуду вот эти вот ощущения. Он такой, ну, надеюсь, вместе поиграем когда-нибудь. И химию сделаем вместе, сказал он, дед. Он подумал об этом. Только с этим, может быть, химию сделано. Все-таки вот, о, Наоми поддержала тезис. Подделяют, внимание ей надо. Удивительно, что вы оказались на одной лестничной клетке, и что вы не замечали то, что звезда живет. Потому что сама звезда, пусть меня замечает, как это вот можно было не заметить. А вы, видно, ничего кроме нафилета не умеете? Нет, а чего же, девушки, кое-что умеем. Да? Да. Там телефон. Так куда же вы, девушки, постойте. Бывает. Ну, не знаю, совершенно другая область, наверное, не зимний вид спорта у меня, поэтому я зимними видами не интересовалась. Или не про спорт спросили, да? А здесь вот, по-моему, какая-то вот из фотографий-то она... Нет? Нет, там детские. Там детские, там бабушки, дедушки, там Толя. Я думаю, что в детстве-то и музыкой тоже увлекались. То есть вот эта вот артистка-то, она вот прям артистка-артистка была. Да. Розовые розы, Светки Соколовой, Светки Соколовой, Одноклассницы моей. Розовые розы, я горю ей снова. Не очень радовало это родственников, потому что все-таки все спортсмены. И вдруг появилась девушка, которая пошла в театральное все-таки направление. И еще и еврейский камерный театр. Поэтому, конечно, было. А вы уже в Москонцерте были, когда познакомились? Уже, да. Я вот спрашивал про то, как у Славы, от Славы башню снесло. А здесь-то тоже башню снесло, когда свою-свою блондинку видел? Или? Два раза в жизни это случилось, да. Сейчас нормально, все на месте, голова все. Все, ответственность большая. Взаимно сразу или нет, называть будущего мужа мишкой олимпийским? Ну, это не я называла, это подружкой, с которой должны были его и познакомить. В принципе-то пришли для чего? Что значит мишка олимпийский? Я не очень понимаю. Олимпиада 80 на ртруте было, да. Олимпиада 80, и он такой крупный, большой, молчаливый. Не как Науми, да. И он такой сидел, смотрел. Это было в гостях где-то, да, на какой-то вечеринке? Вот как раз у наших гонболистов с баскетболистами. Жена у Жени, она тоже двукратная олимпийская чемпионка баскетбола. Поэтому такая спортивный дом, спортивные семьи все. Вот там мы познакомились. И вот подружка моя... Улица фестивальная? Да, вот фестивальная. Какой? Дом 46? Дом 30, слава. С квартиры 46. Квартира, да. Вот. У подружки не сложилось. Видно, она брюнетка была просто, к сожалению. А он, видно, блондинок смотрит. Была установка. Искать блондинку. Тарасову надо было ей читать, да. Была установка смотреть на блондинок, поэтому. Да. Я вам тут еще телефончик записала. По нему легче дозвониться. Это мой домашний. Меня Олей зовут. И я блондинка в то время была. Не помню, да? Да. Это был красивый роман. Это был в основном телефонный роман. Телефонный? Да, потому что мы с трубками засыпали, просыпались. Я помню, когда из Риги так. Я часов в 5 утра открыла глаза, смоя у меня трубка, а он там на проводе. Я думаю, алло, алло. И он, да, да. То есть так же спался. То есть надо объяснить, что мобильных телефонов не было? Не было, не было. На базе у нас был всего один телефон. А с ним в очереди стояли. То есть мы могли разговаривать после... А минуты 15 копеек стоило международное. А я думал, что две копейки любой звонок. А Рига на междугородний звонок. В Москве, пожалуйста. На базе у нас был один телефон, а людей там было 30 с лишним человек. И вот очередь. И все знали все истории всех семей. Все отлично, конечно. Кто что, кто чего. Я знаю, что была история, когда на съемках были, да? Ну, я бывала на съемках. Славу на съемки брала с собой даже, когда он со сломанной ногой был. И вот там был Гвоздем, программа, между прочим. Да. Да, на съемках, да, когда пришел? А что за съемки? Все гагры были вокруг меня, ты представляешь? Я еще на костылях такой, она мне помогала на пляж вывести. Вариант зомби. Вечером съемки. Днем мы выходим на пляж. И он подходит к пляжу, ковыляет на костылях на своих. Я забираю костыли, он ныряет. И в это время делает весь пляж так. Как это так? И все уже ждут, когда он вынырнул, потому что человек с гипсом поплыл. Ну, гипс уже должен размокать. Вот в том-то и дело. Было и так. В то время это было такое. И он мне машет уже, что на плаву. Необычный был гипс. К берегу подхожу с костылями, он выходит, выпрыгивает на одной ноге, раз, на костыли пошел. И весь пляж сбегается смотреть, что это за такой, как у него гипс. А он действительно был в дырочку. Такой лёгенький. Это не на костыли прибегали все, а на тебя смотреть. Нет. Прибегали смотреть, какой же героический мужчина с гипсом плавает. Были такие... А потом поближе узнавали еще, что это за мужчина. Плохо, что не было никого заснять. В ютубе выложили, так было бы красиво. Все круто. Я, кстати, когда вот... Столько бы просмотров. А вот это вот отъезд в Нью-Джерси, да, я так понимаю? Как раз. Видишь, когда я крутой был. Пиджачок вичитый, ботинки модные. Целая эпопея была, что мне дали паспорт, дали выездную визу. Перед этим вы расписались, по-моему, незадолго, да? Нет, это было... Ну, нет, весной, мы в марте расписались. В марте месяц, да, и мы вот иногда вот начинаем это все откручивать. Насколько вот пришлось мне с ней вдвоем и с моими родителями, и с ее родителями пережить, потому что друзья все испугались, все как-то разбежались так. Ну, не все разбежались, осталось несколько человек рядом. И то, которые никакого отношения не имели ни к хоккею. И то творческой интеллигенции, так скажем. Да, разумалом Саше. Фатюшин Саша, там, не знаю, Иосиф Кобзон. Угольников. 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 Угольников, Борько-Краснов. Познакомьтесь, добрый сервер, единственный в мире. Что удерживает Вячеслава и Ладу Фетисовых вместе? Если бы взять наши гороскопы, то мы должны были разбежаться сразу. Скоро ли свадьба их дочери? Какой взгляд сейчас? Какой взгляд при слове «жених»? О какой таинственной женщине идет речь? Когда появилась еще одна женщина, в семье-то возник такой элемент ревности. Нет? И как он стал министром спорта? Благодарен судьбе, что это произошло, что меня нашли в Доминикане. Доминикане. Есть фотография такая, вот с этой ложкой. История, насколько я понимаю, это же подарок развалки нам как раз на свадьбу. На свадьбу. А эта клюшка, знаешь, что такое? Клюшка лучшим в хисте Европы. Золотая клюшка. Называлась, да. У нас был тренер такой, Юрий Иванович Моисеев. Он говорит, слушай, клюшка – это твоя ложка. Как будешь играть, так и будешь кушать. Так и будешь кушать. На самом деле мы с Саней очень благодарны. Он настоящий вообще друг. Можно представить, что вот в тот момент, попав под давление, под пресс, вдруг оказался человек, который, в общем, был рядом. После как мы переехали играть в Нью-Джерси, он какой-то там очередной тур в Америку. Говорит, слушай, позвонил, говорит, я там буду. Я говорю, ну хорошо, Саня, я говорю, заеду к тебе, заберу, поеду к нам домой, там туда-сюда. Ну и, короче, его привезли где-то в Бруклин, поселили. Не в Бруклин, в Гарлинг, где-то на границе с черными районами. Там вечером выходить нельзя было. Я после игры, думаю, надо заехать за другом. Уточни, пожалуйста, на какой машине ты был. 560-й С и Эл, это самый крутой Мерседес. Самый большой такой, длинный. И он белый. На белых Мерседесах едут или в Афиозе, или эти... Наркодилеры! Наркодилеры? Черные. Не, пимы. Пимп, 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 сутенеры, сутенеры. Короче, я съехал не там, где положено было, естественно. И попал в Гарлинг. В Гарлинг. Это где-то было 11 часов вечера уже. Но я понял одну вещь потом, что меня спасло, что это был Билл и Мерседес, что я был в костюме. Ему потом наши все друзья, американцы, сказали, что они тебя приняли точно либо за драгдилера, потому что, ну, кто в Гарлинг приедет на Мерседес. На терке приехал, на переговоры. Либо за деньгами приехал, либо товар привел. Потом через пару блоков полицейский увидит, сразу подлетает, сможет белый шаг за машину, что-то им объяснил, они поняли, говорят, за нами, говорят, больше сюда не попадают. В Нью-Джерси есть фотография. Это же первые годы, да, в Америке? Это вот только подписание. Это мы приехали в пресс-конференцию, мы, ребята, подписали контракт. Сергей Стариков? Сергей, кстати, поддержал меня в этой ситуации, один из немногих. И его сразу выкинули. Выкинули из команды его сразу, из СССР. И я, в общем, Нью-Джерси-Дейл сказал, что я без Сергея Старикова играть не поеду. Кстати, тяжело, наверное, было, да, ведь в смысле общения, остались же родные здесь, друзья. Ну, во-первых, вообще никого нет. Потом у нас как-то, мы так попали, у нас не было друзей-иммигрантов, которые бы уехали, да. Поэтому опять Саше Розенбауму спасибо большое. У него были друзья питерские, которые поженились. Вот несколько пар таких были у нас близкие, которые нам помогали. Нас, ну, первое время нас направляли, вот что, как, что делать. Девилс нам дал учительницу, которая ни слова не говорила по-русски. И в возрасте уже тяжело. Потому что молодым к нам прилетел сразу же Саша Могильный, когда мы приехали. И он уже говорил за несколько месяцев. Нормально так объяснялся, не на пальцах. Тяжело. Тяжело, потому что немножко другой устроен. Менталитет немножко другой. У меня до расстройств, до слез было, когда я не могла определиться, ну, какой же мне майонез взять из этих восьми сортов. Причем тут фиолетовая баночка, это зеленая, это такая... Потом я уже стала понимать, что тут, где меньше жира, там вообще без жира, тут еще с чем-то там. То есть все это по цветам. Конечно, когда ты уже учишь язык и узнаешь все. Но первое время было, да. В команде тоже, конечно, эта проблема большая. Да, было. Потому что я играл в одной из лучших команд мира в то время. Попал в самую худшую по итогам предыдущего сезона. И ты входишь, когда в раздевалку, даже не говоря на языке, ты понимаешь, что тебя не очень здесь хотят видеть. Ну, потому что русский, потому что ты коммунист. Не русский, а советский. Советский, коммунист, да. Коми. Красный майор они называли. А еще проездок, а раз мы попали. С ним играл Ринди Величек, который ему просто берут интервью. Он говорит, они занимают наши места, они забирают наши деньги и будут отдавать эти деньги своему правительству. А правительство будет на эти деньги против нас бомбы строить. Ну, кстати, потом, буквально через полгода, наверное, Татьяна, у Рэнди как раз жену Татьяны, имя-то русское, я говорю, у тебя же русское имя. Его жена, она подошла и извинилась. Она говорит, ребята, извините, пожалуйста, мы вас больше узнали. Вы такие же, вы очень похожи на нас. Я говорю, мы то же самое можем сказать, что вы похожи очень на нас. То есть пропаганду пробились, да? Да, и она... Общение всегда пробивает многие недопонимания. Нас в школе учили, мы там под парты садились, что вот сейчас опасность, угроза СССР войну начал. Я говорю, вы знаете, нас тоже в школе, наверное, учили чему-то. Что, увы, вот, например, я долго интересовалась про Анжелу Дэвис, никто никак не мог мне сказать, кто это такая. А мы ходили, собирали подписи, угнетают чёрных. Макулатуру собирали, да, в поддержку. То есть мы устраивали демонстрации выпустить Анжелу Дэвис. Я через год только узнала, что это Анжела Дэвис, которую, ну, беспорядки наводила в городе, там, устраивала какие-то, её на несколько месяцев сажали за эти беспорядки. Я про пропаганду-то не просто так спросил, смотрю, что здесь газету читает Анастасия Вячеслава. Да, с папой. Причём газета «Советский спорт». Откуда там «Советский спорт» в Ниджелсе? А я вот ездила, когда ностальгия такая, я периодически там… А, то есть просто газеты привозились? …раз полгода заезжала в Бруклин и закупала русские там разные товары. То есть мы их перечитали до дыр, так скажем. Да, до дыр. Интернетов-то не было? Не было. Никаких-то. Это день рождения. День рождения. Здесь по количеству свечек можно понять, сколько здесь Анастасия. Здесь или пять, или шесть, да? Да, Папуль, посмотри, пожалуйста. Папуль, посмотри, пожалуйста. Шесть. Шесть, девяностоседьмой. Вы, кстати, так друг друга и зовите, да? Папуль, мамуля? Ну, когда Настя родилась, да. Ага. Так, славулю, ладулю. А теперь ребёнок, когда родился, Папуль, мамуля, уже получилось. Ну, а когда появилась ещё одна женщина в семье-то, возник такой элемент ревности, как бы… Нет? Ну, ревности, ну, такой даже не то, что… Может, иногда какой-то такой обиды. Ну, да, представь, что у меня собирается теща, жена и дочка. Я смотрю, все похожи, одна на одной, и через пять минут уже всё. У них уже, да, начинаются… Всякие разборки, всякие разные. Думаешь, блин, ну, я пошёл. Люди… Я не о том, кстати, хотела сказать совершенно. Люди заняты. Я о том, что я стираю мою, вожу во все секции школы, это убираю. Она приходит, вернее, со мной всё время. Как папа приходит домой, меня вроде как нет, есть только папа. Ну, папина точка… Вот это вот обида была, да? Было бы странно, если бы… Причём мама Цербер, а папа пряник такой. Папа всё… Папа всё… Папа занимается… Вот папа, да, у нас… Папа… Ты же знаешь, что воспитание есть плохое и хорошее, но если ты выбрала… Я не выбирала, мне так получилось. Ну, так получилось. Ну, а мне что оставалось? Мне оставалось быть только хорошим. Не знаю. Я Добрый Цербер. Ты же самая? А, Добрый Цербер. Ребёнок участвовал… Познакомьтесь, Добрый Цербер, единственный в мире. В конкурсах красоты детских, да, участвовала? Ну, это вообще такая смешная история была. Её подружка собралась вообще-то на конкурс красоты и… Американская подружка? Да, Алиса. Ага. И Настюшка просто вот, ну, как-то за компанию. Ну, одной из… Давай с ней ты тоже. Ну, мне пришлось тоже там делать фотографии, отправлять… Портфолию. Портфолию. И оказывается, что она попадает, подружка, к сожалению, не попадает. Вспомнил такую байку. Когда решили вы как-то вот переключиться вообще со всей спортивной темой и отправиться в круиз. Круиз оказался непростой. Ну, это сначала в Порто-Рико, это не Доминикан. Доминикан – это когда его вызывал Владимир Владимирович. Самое интересное, как нашли меня? Вот как нашли… В номере! Мы зашли в номер вечером. 2002 год. И поднимается телефон… И звонок. Приемный президент. Да. Просит вас прилететь… Срочно? Послезавтра, да, в Москву. У нас только это неожиданно было. И там остров. С него же не… Один самолет летит, и все… В общем, я успел на эту встречу, после которой, в общем, Владимир Владимирович сделал мне предложение, в общем, возглавит российский спорт. Вы знаете, хочу написать о вас не только как о знаменитом спортсмене, но в первую очередь про ваш путь от спортсмена до государственного деятеля. Ну, здесь особых секретов нет. Это как в хоккее. Нужно быть членом команды, чувствовать партнера, любить свою страну, то есть быть патриотом. Ну, и, наверное, иметь неплохую реакцию. Такое судьбоносное для нас сладое, в общем, решение. Да. Вот. И я благодарен судьбе, что это произошло, что меня нашли… В Доминикане. В Доминикане. Вот. Могли бы не дозвониться. Вот. А тот случай с круизом вообще был уникальный. Мы поехали после очередного сезона отдыхать. Что-то не круизные лайнеры проплывают там… Им надоело, объясняю. Им надоело сидеть в Порто-Рико, потому что скучнейший остров. Мы такие сидим со славой, говорю, слушай, ты был на круизе? Он говорит, нет, я тоже не был. Поехали. Что здесь сидеть неделю? Давай. Ну, короче… А там сезон круизный вообще. Кабин нормальный. Я звоню нашему агенту. Я говорю, любую нам, пожалуйста, там сделайте. Она говорит, ну вы что? Нет ничего. И вдруг перезванивает вечером и говорит, есть. Два номера наверху, два люкса с балконами, все есть. Вылетать завтра в Майами в 7 часов… Это как в том, Экдоте. Да, договорился, но ложиться надо завтра. В 7 часов вечера уходит уже корабль. В общем, мы срочно сдаем номера, собираем чемоданы, вылетаем в Майами. В аэропорту выходим девочки в Белл-Харбор, в молл. А мальчики сразу туда в порт с чемоданами. Немножко затянулся наш шаппинг, мы уже опаздываем. Из такси выходим перед входом на этот круизный корабль. В чемоданы видим лица напротив, сидят наши мальчики. Ну, это были очень страшные лица такие. Смотрите далее. Что такого страшного произошло с Вячеславом Фетисовым в круизе? Говорит, вы специально это сделали? Это просто эпизод, готовый для ситкомов. Что удерживает Вячеслава и Ладу Фетисовых вместе? Если взять наши гороскопы, то мы должны были разбежаться сразу. И скоро ли свадьба их дочери? Какой взгляд сейчас? Какой взгляд при слове «жених»? Короче, мы подходим. Раскрываем тебе интригу. У Славы, у Козлова просто вот так вот лицо всего ходуном ходит. Мой вот так спокойно сидит и говорит, вы специально это сделали или нет? Я говорю, в каком смысле? И он говорит, ну повернись. Я поворачиваюсь и вижу такую огромную, вот такую прекрасную из пластика фигуру хоккеиста. Хоккейный рейс для болельщиков. Причем туда приглашают хоккеистов бесплатно с семьями. Они им оплачивают поездку. И этот рейс, они должны с фанатами фотографироваться, проводить лекции, играть с ними, игры. Ну, в общем, все время... Самое страшное, что произошло, мы заходим и встречает нас судья. Судья этот, который... Козел, который нас судил и засудил. Слышишь, я такой... И Слава его чуть там не убивает, прям на месте. Прям на месте. Он побежал, фотографирует. Слышишь же, ну, дело не в этом. Мы приехали отдыхать, а ребята приехали, ну, и за бесплатно. А остальные приехали работать. Работать, да. И она... Болельщики же не знают, что мы приехали. За свои деньги. За свои деньги хотим отдохнуть. Отдыхать. И, конечно, нам объявляют на Павла. Вот сейчас там Слава Козлов со Славой Фетицией будет с вами играть там... В баскетбол. В баскетбол. В баскетбол. Это просто эпизод, готовый для ситкома. Просто это вот... Жизнь, жизнь. Такие сюжеты иногда выдает, когда... Огромный лайнер. Это каждые два часа мы встречаем... Он девятиэтажный. Встречаем с судью Стюарта каждые два часа. Каждый раз... И он все время бежит фотографироваться. Нормально вообще-то. И Слава Козловна говорит, ты... Жилет клади его все время. Ты оранжевый. Чтобы если тебя вынуть оттуда... Когда встречу в следующий раз на палубе, чтобы тебя вынуть, могли сразу. Ходи в жилетки. Кстати, к вопросу о ситкомах. Все-таки государственный человек вписывается в ситком. Я про Воронина говорю. Где вы, как бы, камня сами себя играли. Подержи. Я не буду ничего держать. Ну, подержи. Я не буду говорить ничего. Чуть-чуть-чуть. Как это случилось? Позвали. Кто-то уговорил, кто-то... Позвали. Интересно. Вообще, вот мир кино, он такая вещь, которая манит всех. Я думаю, что здесь не буду лукавить. Такое предложение, которое мне интересно, на самом деле. У меня, да... День рождения доченьки и мой решили однажды мы отметить в один день. И мы на даче у друзей. И Саша Абдулов вместе со Славой сидят на сцене. Уже разошлись все музыканты. Уже где-то часов двенадцать. Они сидят на сцене в обнимку. И друг другу признаются. Слава сидит ему и говорит, Сашка, представляешь, вот смотрел на тебя все время и все время хотел, как ты, в камеру, в кино. Саша, понимаешь, тебе говорят, Слава, не поверишь. Всю жизнь хоккеистом мечтал быть. Это не два. Это настолько приятные вот эти воспоминания. Какой наш друг хороший. Молодежке же я. Уже сколько сезонов я там имею. Ну, просто фактически артист. И как справляется? Ну, нормально, иду по улице. Подходит такой пацан у Эллы Фетисов. Я говорю, откуда знаешь? Я говорю, молодежка смотрю. Эй, парень, ты как? Нормально. Я просто споткнулся. Что ж ты? Как деревня все равно. Это же Москва. По сторонам надо смотреть. Внимательный. Ты что? Вячеслав Александрович, вы меня не узнаете? Ну, он уже сейчас научился. Он уже сейчас такой раскрепощенный. Раньше он так камеры стеснялся. Он стеснительный, Вячеслав всегда был. Что-то не очень в это верится. Нет, стеснительный. В жизни всегда стеснительный. Я, кстати, только сейчас понял, что у нас ведь в кадре было на самом деле не три собаки, а четыре ведь. Собака по гороскопу. Гороскоп, да. Верите вообще в гороскопы? Если взять наши гороскопы, то мы должны были разбежаться сразу, как только встретились. А оказалось, 34 года рядом. Вот здесь две Lady in Red. Да. Да, девушки в красном. Это доченька у нее. Кино у нее было. Дочь верит в гороскопы? Как вы считаете? Дочь у папина. Вот если он верит, может, и она верит. Она верит. Верит? Да, она верит, верит, как и папа в судьбу. А вы верите в дочь? То, что все у нее будет. Конечно. Мы очень хорошего человека воспитали. Она уже человечек хороший. Это самое главное. Душа необыкновенная, чистая. Она никогда не пойдет мимо чьей-то беды. Она очень такая чуткая. И девочка, которая, в общем, чувствует мир. Поэтому она пошла. Между прочим, писала в резюме, когда... Я, говорит, верю, что мы все похожи. У нас не должно быть разногласий. Поэтому я выбрал кинематограф для того, чтобы высказать все, что я вот чувствую. Говорить о ценностях, которые у всех одинаковые. Семья, дети. Кинематограф-то она выбрала. Молодого человека она выбрала? Родители что-то знают про это? Нет. Ну, у нее, да. У нее есть там друзья. Это не ответ. Я не думаю, что так прям... Ну, пока вот прям жених-жених. Ага. Она рассуждает так, что после того, как закончат образование. Какой взгляд сейчас? Какой взгляд при слове жениха? Не завидую я этому жениху. Нет, у нас очень так, очень все... Да нет, ну, понятное дело, что... Это же внутри остается все это. Все не выходит. Любой отец... На жениха тоже не выходит. Любой отец, конечно, переживает за дочь по-любому. Но, опять же, мы четко понимаем, что это будет ее выбор в любом случае. И принять его придется все равно. Придется по-любому. И... Поэтому мы очень лояльны. Главное, чтобы она петисовая осталась. Я вот это вот... Это она обещала. А, обещала? Да. Ну, тогда... Мы с ней, в принципе, говорили о том, что Настюша, дело в том, что... Ну, вот ты девочка и фамилия твоя, видишь, как у нас мальчика нет. Ну, да. Сына нет. Поэтому... Она обещала, что если я буду выходить замуж, то фамилию я обязательно передам, чтобы... И когда родит сыновей, чтобы у них была папина фамилия. Я хочу вас поблагодарить за приглашение и подарить вам вот этот семейный альбом. Здесь специально оставлены страницы в конце. Вакантные. Для того, чтобы там были внуки, фетисовы, мальчики, девочки. Да, да, да. То есть здесь есть начало уже, а мы будем продолжать. Место мы расставили более чем. Ой, спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. Это наши крутые медведи? Ну, да. Как дела, ребята? Нормально. Дадите бой сегодня? Конечно. Да. Так, кубка не выиграли. Дадите бой сегодня? Да! Это Динарка, Сафи. Да. Мы с Козловым не смогли их обыграть. Им там было по 8 лет. СМЕХ 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 Это Ялта? Сочи, а не Ялта. Это Сочи? А, Сочи... Это когда сбор, 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 сбор. Первый сбор, Виктор Васильевич. Женам разрешили приехать, да. Наумочка, здесь даже ты есть с огурцом. Хорошо, что не малосольный. Похоже, на фотографии похоже малосольный. Не. Да. Свежий. П ここ